Книга открытым оком. Тема мусульманства. 19 том. Вопрос 3324. Откуда такая уверенность у мусульман, что в раю так и будет, как написано в их книгах? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. У мусульман описание ранее дано в Коране. А откуда у христиан постоянно и тысячи лет на одних видениях чьих-то? Кавычки открыты. Вот описание Марка Пола того, как готовит Федаев-Смертников. Кавычки открыты. Кавычки открытый день с ними играют, поют, забавляют его, всякое его желание исполняют. Там же юноши поят, кто сколько пожелает. Когда они снова заснут, приказывает старец перенести их в свой дворец. Проснутся юноши во дворце и изумляются, но не радуются, ибо из рая по своей воле они никогда бы не вышли. Идут они к старцу и, почитая его за пророка, смиренно ему кланяются. А старец их спрашивает, откуда они пришли? Из рая, отвечают юноши. Кавычки закрыты. Этот сад одурманенные гашишем юноши принимали за рай. Издание «Щит и меч» 22 по 29 декабря 2004 года, страница 7. Ибо они враждебно поступали с вами в коварстве своем, прелестив вас фигурам и хазвою, дочерью начальников Мадиямского. Матфея 24.5. Ибо многие придут под именем Моим и будут говорить «Я Христос», и многих прелестят. Матфея 24.11. И многие лже-пророки восстанут и прелестят многих. Стихотворение. От плясок и песен усталый Адам, заснул неразумное удрево познание. Над ним ослепительные звезд трепетания, лиловые тени скользят по лугам. И духа его сонная летит над лугами, внезапно настигнут зловещими снами. Он видит пылающий ангельский меч, что жалит нещадно его и подругу, и гонит из рая в суровую вьюгу, где нечем прикрыть им ни бедра, ни плеч. Как звери должны они строить жилище, проще и дубимо искать себе пищи, обитель труда и болезней. Но здесь впервые постиг он с подругой единство, подруге блаженство и боль материнства. И заступ ему, чтобы вскапывать весть, служением иному, прекрасные грубы, нахмурены брови и стиснуты губы. Вот новые люди, очерченных рот, их взоры не блещут, и смех их случайен. За вепрями сильные охотится Каин, и Авель сбирает маслины и мед. Но волей не служат они, патриарший, пал младший, и в ужасе скроется старший. И многие видят смущенный Адам, он тонет душою в распутстве и неге, он ищет спасение в надежном ковчеге и строится снова суров и упрям. Медлительный пахарь и воин, и всадник, но Бог охраняет его виноградник. На бурный поток наложил он узду, бессонную мысль упостиг равновесие, как ястре привязается он под небесие. У костной земли отнимает руду, покорно и тихо хранят ему книги, напевы поэтов и тайны религий. И в ночь волхований на пышные мхи к нему для объятий нисходят сельфиды, к услугам его отомщать за обиды. И звездные духи, духи стихий, и к солнечным скалам из грозной пучины влегут его челн голубые дельфины. Он любит забавы опасной игры, искать в океанах безвестные страны, ступать безрассудно на волчьи поляны и видеть равнину с высокой горы, где с узких тропинок срываются козы и душные красные кланятся розы. Он любит искрежет стального лесца, дробящего глыбистый мрамор для статуй, и действенный холод зари, розоватый и нежный овал молодого лица. Когда на холсте под ударами кисти, ложатся они и светлей, и лучистей, устанет и к небу возводит свой взор, слепой и кощунственный взор человека. Там Бог раскинут от века до века, там Богом раскинут от века до века, мерцает над ним многозвездный шатер. Святыми ночами спокойный и строгий, он клонит колено и грезит о Боге. Он новые мысли, как светлых гостей, всегда ожидает из розовой дали, а с ними, как новые звезды, печали, еще неизведанных дум и страстей. Провалы в мечтаниях и ужас в искусстве, чтоб в сердце болело отчастких предчувствий. И кроткая Ева игрушка богов, когда-то ребенок, когда-то зорница, теперь для него молодая тигрица, в зловещем мерцании ее жемчугов, предвестницы бури и крови и страсти, и радости злобных и хмурых несчастьй. Так золото манит и радует взгляд, но в золоте темные силы таятся, они управляют рукой святотаться, и в братские кубки вливает свой яд, не в силах насытить смеются и мучат. И стонами, криками, нистами учат, он болится с нею, коварный, как змей, ее он опутал сетями соблазна. Вот Ева блудница, лепечет бессвязно, вот Ева святая с печалью очей, то лунная дева, то дева земная, но вечная всюду чужая, чужая. И он, наконец, беспредельно устал, устал и смеяться, и плакать без цели, как лебеди стаи веков пролетели, играли и пели, он их не слыхал. Спокойный и строгий, на мраморных скалах, он молится смерти богини усталых. Узнай, благодатный, волю мою, на степи земные, на море земное, на скорбное сердце мое заревое, пролей смертоносную влагу свою, довольна бороться с безумием и страхом, рожденный из праха, да буду я прахом. И медленно, лея багровым хвостом, помчалась к земле голубая комета, и страшно Адаму и больно от света, и рвет ему мозг нескачаемый гром. Вот огненный смерч перед ним закрутился, он дрогнул и крикнул, и вдруг пробудился. Направо сверкает и пенится тигр, налево зеленые воды ефрата, долина серебряным блеском объята, тенистные отмели мани для игр, и Ева кричит из весеннего сада, ты спал и проснулся, я рада, я рада. 1909 год, Владимир Соловьев